С главными новостями к этому часу в студии Ирина Цепетова. Более 19 миллиардов рублей задолжали жители и предприятия округа различным инстанциям в 2015 году. Судебные приставы Ницкого округа подводят итоги работы за прошлый год. На заседании судебной коллегии руководители отдела федеральной службы рассказали об основных показателях и планах на 2016 год. Более 12,5 тысяч исполнительных производств было запущено судебными приставами в 2015 году. Большую часть из них составляют дела по судам общей юрисдикции, административным штрафам, взысканию долгов в пользу ЖКХ, заработной платы, налогов и алиментов. Эти группы дел считаются социально значимыми и находятся на особом контроле главного судебного пристава Ницкого округа. Так, в 2015 году окончено 557 производств по алиментам, 267 по взысканию заработной платы, 200 по налогам и более 500 по коммунальным долгам. В целях повышения эффективности исполпроизводства в отчетном периоде отделом реализован комплекс мер, в том числе по оптимизации межведомственного взаимодействия с органами государственной власти, кредитными и иными организациями по вопросам принудительного исполнения требований исполдокументов. В течение года судебные приставы работают с населением, проводят встречи со школьниками, приглашают жителей на дни открытых дверей и сдают памятки для должников. Специально для них был разработан банк данных исполнительных производств, где можно узнать о своих долгах. Пенсионеров Нинецкого округа старше 80 лет освободили от взносов на капремонт. Жители старше 70 лет будут платить только 50% от размера взноса. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты окружного парламента. Льгота для старшего поколения будет предоставляться в виде компенсации по фактически понесенным расходам собственников жилых помещений. Вот эта компенсация предусмотрена законом и будет распространяться с 1 ноября текущего года. Данный закон потребует выделения дополнительных средств из окружного бюджета примерно в размере 2,2 миллиона рублей. Поэтому закон в полную силу заработает после того, как мы изыщем и внесем изменения в окружной бюджет на текущий год. Внести изменения в бюджет депутаты планируют в апреле, после чего граждане, указанные в законе, смогут воспользоваться своим новым правом. Если человек уже получает компенсацию по оплате взносов на капремонт, он может выбрать одну из предоставленных ему льгот. На сегодняшний день в соответствии с федеральным и окружным законодательством льготы по оплате за капитальный ремонт уже получают инвалиды 1 и 2 групп. Дети-инвалиды, ветераны войны и труда, труженики тыла, ветераны боевых действий, лица, награжденные почетной грамотой Ненецкого округа до 2007 года, граждане, пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные. В феврале за компенсацию расходов обратились свыше полутора тысяч человек. Перейти на плавающий график зимних каникул. С подобным предложением эксперты Общероссийского народного фронта в январе обратились в правительство. Они просили рассмотреть возможность переноса традиционного январского отдыха школьников на другие даты, что позволит равномерно распределить нагрузку на туристические объекты страны и сделать доступнее активный отдых для российских семей. Школы Ненецкого округа это предложение не поддержали. Коллективы школ обсудили данное предложение на педсоветах по рекомендации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Педагоги пришли к общему мнению о нецелесообразности изменения сроков проведения зимних каникул. Среди причин, которые были названы в качестве основания для сохранения классической схемы школьного отдыха, желание работающих родителей отдыхать вместе с детьми в единые общероссийские январские выходные. Кроме того, сельские жители практически не выезжают за пределы округа зимой, предпочитая для этого летние месяцы. Перенос каникул в таких селах, как НЕС, где четверть школьников составляют дети оленеводов, также не обоснован. Министерство образования и науки утвердило расписание ЕГЭ в 2016 году. Согласно расписанию, единый государственный экзамен в этом году пройдет в два этапа. Досрочный – с 21 марта по 23 апреля и основной – с 27 мая по 30 июня. Организаторы обращают внимание выпускников, что в 2016 году проведение ЕГЭ – февральский, июльский и сентябрьский сроки не предусмотрено. На устную часть экзамена по иностранным языкам выделено два дня. Обязательные русский язык и математику выпускники сдадут 30 мая, 2 и 6 июня. Кроме того, наряду с резервными сроками по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для проведения экзаменов по всем предметам. Он пригодится тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли участвовать в основной день или резервный день. Впервые для ЕГЭ по обществознанию, который традиционно становится самым массовым предметом по выбору как в России, так и у нас в регионе, расписанием предусмотрен отдельный день – 8 июня. По всем вопросам, касающимся проведения ЕГЭ в Ненинском округе, можно позвонить в рабочее время по телефонам горячей линии Департамента образования, культуры и спорта НАО 2-12-28 или 2-12-29. Впереди россиян ожидают длительные выходные. Благодаря празднику 8 марта мы будем отдыхать 4 дня. Сам праздничный день жителей Ненинского округа ждет насыщенная культурная программа. К 8 марта работники Дворца культуры Арктика подготовили множество мероприятий. Подробнее о них в программе «Се-юн» «Голос сердца» рассказала заведующая отделом по подготовке культурно-массовых мероприятий Дворца культуры Арктика Людмила Ардеева. Будет яркая концертная программа с поздравлениями, с добрыми словами нашим милым женщинам. И также будет проведена ежегодная премия «Женщина года». Также 8 марта у нас будет организована тоже впервые очень интересная выставка «Шелковая сюита Заполярье». Готовит ее художник Наталья Поликарпова. Там принимают участие талантливые женщины нашего города. Будут представлены очень интересные работы, вышивка по шелку. И также будет выставка «Керамическая палитра Севера». Я думаю, это будет интересно. Это все будет проходить 8 марта в Дворце культуры Арктика. Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды.